Всем привет! Надеюсь, что вы уже заварили себе чашечку вкусного чая и проведите со мной несколько минут вашего времени. Начну я с вещи, которые заказывала не для себя. Заказываю ее повторно для подруги. Буквально в предыдущем видео показывала вам эти патчи от прыщей. Подруга у меня их постоянно просит заказать, если у меня есть возможность такая, и я заказываю. Она носит эти патчи на прыщи, особенно болезненные прыщи. Она говорит, что эти патчи обезболивают, прыщи быстрее созревают. Если вот такой прыщ, который очень долго зреет, то он буквально за одну ночь уже готов. И также ранки от прыщей быстрее заживают. Я не знаю это со слов подруги, я не очень-то люблю делать обзоры на вещи, которые сама не для себя покупаю, потому что всегда это со слов другого человека. Ну, в общем, кому нужно, обратите внимание и почитайте отзывы на iHerb. Про биотики, я думаю, вы видели у меня уже много раз в видео. Я их беру для своего кокосового кефира. Видеорецепт у меня уже давно висит на канале. Если вам интересно, посмотрите. Я очень люблю потрошить эти пилюльки с пробиотиками и покрамливать свой кокосовый кефир. Витамин D3 я покупала для нас с мужем, так как наши последние анализы крови были неудовлетворительны именно по витамину D3. Причем у мужа такая картина на постоянной основе, хотя мы живем в солнечной стране, а у меня витамин D3 снизился в зимнее время. Но поскольку я заказывала в торопях, я положила желатиновые капсулы и на самом деле уже заказала себе новые. И эту капсулу мне приходится теперь потрошить, и я выдавливаю содержимое себе в салат. Витамин D я принимаю в первой половине дня с жиросодержащимися продуктами. Вечернее время витамин D3 может снизить выработку такого гормона сна, как мелатонин. Соответственно, может нарушиться ваш сон. Дозировочку мы выбрали среднюю для взрослого человека, так как будем принимать витамин D3 на протяжении длительного времени. Еще один бат это экстаг зеленого чая в концентрированной форме. Я его пропила всего неделю, когда у меня появились первые признаки простуды, потому что это очень мощная антиоксидантная поддержка. Но на самом деле я покупала этот бат не для приема внутрь, а для того, чтобы обогащать свои крема этим концентратом зеленого чая. Моя кожа очень любит зеленый чай, и я думаю, что вы знаете, что экстракты зеленого чая одни из самых популярных антиоксидантов в косметологии, и они эффективно работают. Если они подходят лично вам, то я рекомендую вам попробовать добавлять такой экстракт в маски, в крема. Для меня это стало еще спасением, потому что этот экстракт обладает вяжущим эффектом, и он очень хорошо стягивает поры. Для меня, как обладательницы комбинированной кожи, это очень важно. И также из этого экстракта я делаю спрей, который храню в холодильнике, буквально на 100 мл воды 20 капель, и каждое утро я сбрызгиваю лицо таким спреем. Мне очень нравится, обратите внимание, если вы любите зеленый чай в уходе за лицом. Уже который раз я заказываю крем для области вокруг глаз от фирмы Инстанатшерл. Он легкий, нелипкий и хорошо питает кожу вокруг глаз. И кроме того, он суперэкономичный. Девочки, которые покупали по моим отзывам этот крем, тоже остались довольны. Если вы покупали, то напишите об этом в комментариях. Мне очень понравились и подошли эти салфеточки от фирмы Акюр. Я пользуюсь ими после тренировки. Я смываю пот с лица и потом протираю лицо салфетками, потому что в зале я никогда не наношу какие-то крема на себя, лосьоны, ничего. Но после умывания мне нужен такой легкий защитный слой. И эти салфеточки дают мне как раз такую легкую защиту и увлажнение лица. Мне очень понравились эти салфетки. Я стала с ними довольна. Составы у фирмы Акюр супер натуральные, поэтому я буду их покупать еще. Протеиновые батончики веганские. И я особо о них рассказывать и не хотела, потому что купила я их всего за 2 доллара по акции. Они не просроченные и с ними все нормально. Но за полную цену я бы ни за что в жизни их не взяла. Ну давайте попридираемся. На упаковке написано, что это батончик протеиновый. Но протеиновый ли он? Здесь всего 10 грамм рисового протеина, который, кстати говоря, чувствуется на вкус. Мизер клетчатки всего 2 грамма. Есть, конечно, жиры и углеводы, из которых 11 грамм сахара. Чтобы вы понимали, 11 грамм сахара, это почти 3 чайные ложки сахара в одном батончике. Короче говоря, это баловство к чаю, как любая шоколадка и ей подобные. Кстати говоря, рецепт подобных домашних батончиков есть у меня на канале, с более приличным составом, которые делаются легко и просто. И по цене они гораздо выгоднее. Оставлю вам ссылку под видео. Возможно, вам понадобится этот рецепт. В последнее время моими любимыми чаями являются чаи с куркумой. Куркума это королева специй, мощный защитник нашей иммунной системы. Конечно же, в моем меню всегда есть эта специя, но чай идет как дополнение. Чай от фирмы Пака на вкус мне понравился гораздо больше, так как у него иной состав, нежели у чая с куркумой, который я показывала вам в предыдущем видео, хотя тут чай мне тоже понравился. В этом чае лимон, кардамон, лакрица, зеленый чай и, конечно же, корень куркумы. Это мощная и полезная травяная смесь для нашего иммунитета. Ну а на десерт я припасла для вас мой супер новый крем, который мне очень понравился. Обратите внимание, что срок годности этого крема всего 3 месяца с момента вскрытия защитной мембраны на тубе. И это ваша гарантия, что крем натуральный. Кстати говоря, все крема натуральные и не очень я храню в холодильнике, для того, чтобы они максимально долго сохраняли свою свежесть. Это увлажняющий крем для жирной и комбинированной кожи. У него легчайшая текстура на водной основе. Также в составе есть гель алоэ вера и экстракт ромашки. И, конечно же, масла, способствующие заживлению кожи, глина бетонит, которая регулирует работу сальных желез. Я, конечно, понимаю, что подбор крема это дело индивидуальное, но моя капризная комбинированная кожа приняла этот крем на ура. У крема очень легкий запах, он цитрусово-цветочный, с легкой ноткой чайного дерева. Он моментально впитывается в кожу, подтягивает ее и даже слегка охлаждает. Я буду брать еще этот крем и хочу вам его порекомендовать. На этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Пишите свои комментарии. Я обожаю читать. Пока-пока!